МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сути, идеи социальной справедливости на сегодня очень востребованы на фоне экономических трудностей, расслоения общества в плане доходов, наверное. Но ваша партия, если не ошибаюсь, по численности в Госдуме, представлена. В регионах тоже достаточно разнится уровень. В Крымском парламенте, например, вообще нет ее представителей. А почему так? И это несправедливо. А где же справедливость? Ну, я думаю, что после сентябрьских выборов в Государственный совет мы увидим фрактус против России в парламенте Крыма, потому что это будет справедливо, это нужно. Мы действительно защищаем людей, прежде всего защищаем людей труда. Мы защищаем наших пенсионеров. Мы не согласны с той реформой пенсионной, с повышением возраста. Мы считаем, что это большая ошибка. Сергей Николаевич, ну вот все говорят, мол, мы не голосовали за пенсионную реформу, а по факту закон приняли. Ну, так дело в том, что 30-30 голосов Единой России. Все. Ну, кстати, нужно сказать, что в Единой России нашлись те, кто не стал голосовать. Против не было никого, но просто не стали голосовать. В том числе ваша землячка Наталья Поклонская, за что я очень лично уважаю. Молодец, хрупкая девушка, молодая женщина. С жестким стержнем внутри. Да, ее не свернули, и мне это очень нравится. Сергей Николаевич, ну вот касательно пенсионного закона, раз уже затронули тему, да, ваша партия голосовала против пенсионной реформы, но в то же время предлагала альтернативный закон. В чем он заключается и есть ли у него в дальнейшем шансы на реализацию? Я думаю, что частично какие-то моменты или, скажем, отдельные положения нашего альтернативного пенсионного закона, они имеют перспективу. Ну, например, наследование пенсии. Ну, давайте вспомним логику тех, кто ратовал за повышение пенсионного возраста. Почему они говорили, нужно это делать? До нас люди стали долго жить, до нас люди рвутся работать, пенсионеры, прям вот дай им поработать, и все. Но если они так говорят, что люди долго живут, а чего же вы боитесь, что если вдруг не доживет пенсионер до пенсии, или только выйдет на пенсию, не дай бог умрет, чтобы его родные и близкие по наследству получали заработанную им за всю жизнь пенсию? Не хотят, но это пока не хотят. Я уверен, что рано или поздно мы этого добьемся, как, я думаю, что все равно придется нам возвращаться к пересмотру вот этого положения о повышенном пенсионном возрасте, потому что никаких, ни экономических, ни социальных, и уж тем более политических оснований для этого нет. Ну, кто-то подумал, что, ну, митингов вроде не так было много, они были немногочисленные, вроде как, значит, прошли, люди ничего не забыли, и люди, если говорить по большому счету, не простили. Сергей Иванович, ну вот вы официально декларируете левоцентристский взгляд своей партии, ориентируетесь на современные социал-демократические идеи. Партия, насколько я знаю, она входит в социнтерн на правах наблюдателя, да? Нет, нет. С 2019 года постоянный член. Уже постоянный член, да? Более того, наш Александр Романович, руководитель московского регионального отделения, избран вице-президентом социалистического интернационала. То есть, по сути, вы уже объединились социально ориентированными партиями? Мы объединились на международном уровне, но мы считаем, что это необходимо делать в России. То есть с коммунистами тоже будете объединяться? Я думаю, что с коммунистами исторически объединение неизбежно. Другое дело, что навряд ли это будет, пока Геннадий Андреевич Зюганов, дай бог ему здоровья, конечно, жив и возглавляет партию, потому что он не захочет. Но если посмотреть по голосованию, очень четко виден вот этот водораздел. Как правило, КПРС, праведливая Россия, голосуют одинаково, а Единая Россия и ЛДПР тоже голосуют солидарно. Вот такие сейчас у нас расклады в Государственной Думе. Ну, может, вам стоит что-то поменять в своей деятельности? Развивать агитацию, пропаганду для привлечения? Ну, на самом деле, это мы и делаем. Здесь, в Крыму, прошла партийная отчетно-выборная конференция. Викторию Билан, руководителя регионального отделения, перезбрали. То есть вы в Крым приехали привлекать электорат? Я приехал помочь в проведении конференции. Ну и, конечно, я приехал поговорить с главой республики, Сергеем Валерьевичем Аксеновым, о предстоящих выборах и о социально-политической ситуации в республике. Но у вас есть какие-то планы? Вот сколько кресел займете? Ну, я думаю, что эти планы должны быть в головах и в сердцах наших избирателей. Они будут решать в начале сентября, когда будет Единый Ге голосование. Но вот сомнений нет, что в Крымском парламенте будут представлены? Я думаю, что справедливость должна восторжествовать, и фракция «Справедливая Россия» обязательно будет в госсовете. Сергей Валерьевич, полагаю, слово «справедливость» еще не единожды прозвучит за время этого эфира. Но возвращаясь к тому, что изменения, переформатирование партии, а может какие-то агитационные направления и действия, СМИ некоторые пишут, что у вас будет заместитель новый. Константин Малафеев – миллионер, православный монархист, владелец Старьград-ТВ. Это поворот вправо или слухи? Нет. Человек беспартийный, никогда не застоял ни в какой партии. На президиуме нашей партии, когда мы принимали его в партию, был задан вопрос, а вот почему он считает необходимым быть в нашей партии? Он сказал, что он христианин, он православный, и идеи справедливости для него, как для христианина, очень важны и очень нужны. И он не видит иной партии, кроме справедливости России, которая бы отстаивала идеи справедливости на деле. Сергей Михайлович, ну раз уж вы в Крыму, да, и по сути пытаетесь каким-то образом, я думаю, все-таки привлечь умы и сердца моих соотечественников для того, чтобы все-таки завоевать несколько кресел в крымском парламенте, вот по крымской повестке хотелось бы тоже обсудить. Справедливая Россия, она для развития Крыма предлагает в условиях санкции законодательно ввести в регионе особые инвестиционные и налоговые режимы. Но у нас же по факту уже действует несколько лет свободная экономическая зона успешно. А вот я сейчас крымчан прошу, крымчане чувствуют результаты на своем кошельке, на своем бюджете, что вот эта свобода экономическая зона что-то дает. Что мы предлагаем? Слушайте, если нас бьют за Крым, а Крым был, есть и будет наш всегда, и иного не дано, так если нас все равно бьют за это, бьют еще по правилам ВТО, Всемирная торговая организация, против вступления, в которое мы в свое время голосовали, мы говорим, а давайте мы сделаем так, давайте мы скажем, что в Крыму действует особое налоговое правило, во-первых, действуют анонимные трасты, почему сюда боятся вкладывать? Потому что тут же персонале под санкции попадет тот или иной бизнесмен, допустим, Запада. Если мы говорим о зарубежных инвестициях. Да, зарубежные инвестиции. Пускай есть такой законодатель, что это как в Макао, например, существует. Анонимный траст, то есть деньги дает человек, кто эти деньги дал, никто не знает. Управляющая компания работает, это первое. Второе, на 10 лет освобождения от всех налогов, от всех поступлений. Вот тогда сюда хлынут деньги, и мы тогда увидим новые рабочие места, и новые предприятия, и новые производства, и в аграрно-продовольственном комплексе, и в судостроении, и в самых разных областях, и в виноделии, где угодно. Поэтому мы считаем, что это нужно. Кстати, ваш руководитель, Сергей Валерьевич Аксенов, знает об этом, он поддерживает эту идею. Более того, интересно, что в правительстве Российской Федерации, примерно, половина министерств считает, что это нужно и возможно, другая половина считает, что ни в коем случае этого нельзя, но как всегда боятся, что будут какие-то черные дыры, ничего бояться не надо, все будет под контролем, но Крыму нужно дать шанс, и более того, использовать. Знаете, как в той же борьбе, допустим, дзюдо, то есть нужно использовать силу соперника по инерции в свою пользу. Если против нас ввели санкции, все равно санкции, и более того, тоже совершенно очевидно, не было бы Крыма придумывать еще что-нибудь, потому что очень не нравится, что Россия стала, а, самостоятельной, б, суверенной и очень мощной такой страной на геополитической арене. Вот за это нас бьют и будут бить, но мы ничего не боимся, и здесь нам нужно делать шаг вперед, и если уже у нас такая ситуация, а Крым – это идеальная площадка для того, чтобы создать здесь вот такой особый налоговый режим, потому что все-таки это полуостров, у нас сейчас есть мост, скоро железная дорога пойдет, все будет классно, но вот с точки зрения экономической и налоговой здесь очень удобно это делать. Сергей Владимирович, ну вот, наверное, от крупного к мелкому, под мелким я имею в виду доходы крымчан, да, или кошельки крымчан, где, по сути, они постоянно регулярно мельчают из-за высоких цен, да, и тот же мост, который уже построен, на который ссылались до этого, говоря о том, что это логистические препоны и надбавки из-за этого, по факту ничего не решает. Цены как были, так и есть, и в приезд Путина этот вопрос тоже поднимали. А как решить проблему? Ну, смотрите, то, что собираются, делают логистические центры, значит, ну, наверное, это правильно, но, во-первых, это время, а, во-вторых, значит, все-таки это не панацея. Во-первых, если вы говорите про мост, как только железная дорога пойдет, как только пойдут поезда, вот тогда, потому что на машинах, на фурах не навозишься, да, вот когда будет железная дорога здесь, в Крым, через мост крымский, то тогда мы сразу... Тогда подешевеют крымские яблоки, которые стоят дороже привозных. Не волнуйтесь, и привозные товары начнут дешеветь, но, в целом, я считаю, что не только для Крыма, у нас же везде цены растут в России, мы вносили неоднократно законопроект, очень простой, мы предлагаем правительству определить перечень продуктов, 25, например, ну, то, что мы каждый день покупаем, это хлеб, это молоко, это масло, это мясо, это там какие-то овощи, там картошка, то, что едим каждый день. Вот 25 продуктов, ну, их может быть там 20, а может быть 30, это правительство решит. И устанавливаем очень простое правило. На эти продукты нельзя делать торговую наценку больше 15% от первой оптовой покупки. Вот когда оптом покупают, у производителя где угодно, вот первая оптовая покупка, такая-то суда, пожалуйста, 15% делай, надбавку торговой, не больше. И, вы знаете, самое интересное, у нас есть регион России, где это было сделано, это был Ямал, вот когда в 2014 году начались вот эти все перипетии, тогдашний губернатор, сейчас он министр природных ресурсов, Кобылкин, он ввел все это, когда мы это говорим, мы говорим, ну все, сети тут же начнут саботировать, все продукты спрячут, и вот эти, которые должны быть дешевые, их просто не будет на полках. Значит, на самом деле, сети торговые на Ямале попробовали так сделать, Кобылкин сказал, 24 часа вас здесь не будет, либо вы возвращаете товары на полки по тем ценам, которые я сказал, и все, и все работает, и прекрасно работает. И вот такие нормы для большинства наших граждан нужно вводить по всей стране. Тогда люди будут понимать, что вот каждый день те продукты, которые они покупают, они не будут там... У нас же есть ситуация, когда 100% идет торговая надбавка, 150%. Это не предел, Сергей Иванович, я хочу сказать, вот как рядовой гражданин, да, наверное, все-таки стоит обратить внимание, обращаясь к депутату, стоит обратить внимание на звено в виде перекупщиков. Если его убрать, тогда действительно будет намного проще. Так, смотрите, все, значит, любой продавец, неважно, любая сеть, значит, он все равно оптом покупает продукты. Вот первая оптовая цена, ты купил, и все. И вот на этот перечень, не на все продукты, только тот, который установит правительство. Или, допустим, решение региональной философии, например, того же Госсовета и руководителя Республики Крым. Потому что Кобылкин через свое законодательное собрание так и сделал на Ямале, и ему не нужен был федеральный закон. Я предлагаю, что таким путем и нужно идти. Вот продолжая социально важные темы, на сегодня медицина в Крыму, несмотря на существенное улучшение положения дел, в том числе и в техническом и материальном оснащении наших больниц, остается ряд проблем в плане страховой медицины. Такие процедуры, как УЗИ или томографии, или прочие сложные диагностические процедуры, там запись буквально на месяц, а то и более вперед. Или альтернатива уже за свои кровные, которых после покупки этих крымских яблок осталось уже совсем немного, можно идти в частную клинику. Вот в этом случае неужели нельзя как-то пролоббировать заключение договоров с частными медицинскими учреждениями, чтобы страховая медицинская компания платила? На самом деле мы видим выход в другом. Наша партия справедливая в России. Мы принципиальные противники, так называемые обязательные медицинские страхования. Что это такое? Сегодня это посредник. У нас здравоохранение, это обязанность государства по Конституции. Зачем нам посредник в лице вот этого обязательного медицинского страхования, фонда, куда идут деньги бюджетные, а потом они распределяются. А более того, эти бюджетные деньги еще сюда нужно добавить. Контролирует частные страховые компании. Вы считаете это тоже посредником? Конечно, посредником. Более того, я могу сказать, что примерно 20% всех денег, которые идут в страховании, вот так вот там оседает. В том числе оседает в карманах, обратите внимание, частных страховых компаний. Где, в какой стране видно, бюджетные деньги государственные, значит, контролируют и откусывают от них, за счет штрафов, частные страховые компании. Как пиявки присосались, значит, и очень хорошо жируют. С какого перепугу это нужно делать? И мы считаем, что это обязанность государства. Нужно прямое финансирование, да, чтобы действительно здравоохранение было бесплатным, доступным, да, но через фонд медицинского страхования обязательный мы эти проблемы не решим. У нас есть законопроект, который подготовлен, и мы предлагаем именно так ликвидировать фонд обязательного медицинского страхования. Кстати, мы в прошлом году сделали впервые такой доклад аналитический о социальной ситуации в нашей стране по итогам 2017 года. Вот сейчас по итогам 2017 года мы решили делать тематический. Полностью весь наш доклад будет посвящен здравоохранению. И мы как раз вот на цифрах, на фактах очень хорошо покажем, что было бы, если бы мы отказались от фонда обязательного медицинского страхования и начали бы напрямую финансировать здравоохранение. Серёж, ну хочется, чтобы показали не просто, как было бы, а хочется, чтобы было так, как должно быть по факту. Голосуйте за кандидатов Ага, давайте агитировать, не будем в прямом эфире. Это у нас еще не избирательная кампания, Но просто я подсказываю выход. Голосуйте за тех, кто будет действительно это менять и будет делать, чтобы здравоохранение было А, бесплатно, Б, это не стоит. Вот продолжая тему, наверное, посредников и вот этих завышенных надбавок хотелось бы затронуть еще одно направление. Это микрокредитование, микрофинансирование, я говорю о таких направлениях, как быстрые деньги, они действительно офисы на каждом углу, где людям под 400, а то и тысячу процентов занимают определенного рода суммы. Как считаете, обоснован ли аргумент тех людей, которые любыми способами, как показывает практика, вплоть до угроз жизни и здоровью, людей хотят вернуть свои средства, и какой компромисс можно найти в этом вопросе? Компромисса здесь быть не должно. Необходимо ликвидировать все микрофинансовые организации. Это паразиты, это абсолютные паразиты, это в самом глушном виде то, что называется ростовщики, и сегодня у нас огромное количество людей, миллионы людей находятся в кредитном рабстве. У нас взято более 19 триллионов рублей, это два бюджета, это люди должны эти деньги. Каждый житель практически должен примерно по 5 заработных плат, примерно средняя сумма. И вот эти паразиты наживаются на том, что людям не свести концы с концами, там, десяточку, 15 тысяч, 20 до зарплаты перехватывают и попадают в эту кабалу. Мы абсолютно убеждены, что нужно ликвидировать, просто сделать запрет на микрофинансирование, потому что любые меры, что нельзя делать процент больше такого-то, это не работает, потому что они все равно жулит, и все, что хотят делать, а потом приходят бандиты, давайте называть вещи своими нами в виде якобы коллекторов, и начинают всеми правдами и неправдами, доводя людей до самоубийства, убивать эти деньги. Поэтому мы уверены, что это зло, и мы трижды уже вносили такой законопроект, и будем вносить до тех пор, пока не добьемся ликвидации. Еще один актуальный для полуострова вопрос, наверное, в целом для России эта сфера ЖКХ не так давно вступила в действие так называемая мусорная реформа, и в регионах были созданы операторы, которые отвечают за работу с твердыми бытовыми отходами. У нас в Крыму, допустим, это Крымэкоресурсы, однако к предприятию и у самих крымчан, и у ряда организаций общественных есть действительно вопросы в плане оказания услуг и реализации их непосредственно своих полномочий. Есть сложности, чего скрывать, в сфере ЖКХ не всегда были, есть и будет. Это мягко сказано. Вот изменения в сфере ЖКХ, которые помогли бы хотя бы стабилизировать ситуацию? Первое, что необходимо делать, немедленно приостановить так называемую мусорную реформу. Дело в том, что не готова страна, не готовы граждане. Нужно сначала подготовиться очень хорошо, нужно действительно приучить людей, чтобы люди раздельно собирали мусор, и то, что раздельно, это стеклотара, это металл любой и бумага. Вы разделяете мусор у себя дома? Разделяете мусор? У нас сейчас только-только в Москве поставили эти баки, причем в Московской области быстрее это вводится, и это на самом деле так и должно быть, потому что за этот мусор уже даже не то, что платить не надо, а человек сдает, и ему будут платить за то, что он раздельно это собрал, а вот только остальное мусор за него можно будет и платить. Но сегодня люди не готовы, не готовы эти операторы, как тупо вывозили на свалки, так на свалки все вывозят и сбрасывают. А я вам скажу, почему. У нас в Крыму тоже был такой эксперимент, когда ставили разные емкости для пластика, для стекла, для бытового, какого-то другого мусора. В итоге все это сваливают. Люди старались? Да, я не говорю все, но определенные категории. В итоге все это сваливают в один мусоровоз. Какой там смысл? Не готова вся цепочка. Вот ввели мусорную реформу, назначили операторов. Что они сделали? Они тупо повысили тарифы за вывоз мусора. Сейчас многие люди во многих городах платят дважды, потому что им считают, что это услуга жилищная, а вторые считают, что это коммунальная услуга. Более того, есть города, где несколько таких операторов по вывозу мусора. Каждый норовит вписать себя. И люди вообще ничего не понимают, потому что им приходят за вывоз мусора по две, по три платежки. Поэтому не готова страна оказалась полностью. И не готова никакая вот эта линейка инфраструктуры. Только говорят о современных мусороперерабатывающих заводах, которые только где-то еще на бумаге, а реформу уже объявили. Это примерно та же самая история, что с повышением пенсионного возраста ничего хорошего из этого не получает. Но если брать во внимание опыт стран, которые уже давно практикуют подобное новшество у себя, я имею в виду сортировка мусора. Это прибыльный бизнес. Там вводят серьезные, значительные штрафы, если человек не сортирует этот мусор. Как считаете, наказание рублем, оно будет действием у нас? Сначала все-таки прежде чем наказывать, нужно обеспечить, чтобы действительно, и люди тоже должны верить, что не просто поставили там три бака, и все верят, что эти баки действительно в разные места уезжают, никто их там не перемешивает, потому что бессмысленно тогда все получается. Нужно действительно создать всю цепочку от квартиры, когда человек понимает, что он осознанно это делает, более того, человек должен на этом зарабатывать. У него должны принимать, причем это все пункты должны быть доступны очень легко, чтобы он там не заморачивался, в очереди. Помните, как раньше иногда, чтобы бутылки нужно было сдать, там очереди стоять, чтобы этого не было. И тогда люди, естественно, уверив, что они не только экономят за счет уменьшения количества мусора, за который они должны платить, за вывоз которых, но они еще и зарабатывают, потому что они сдают там и стеклотару, и бумагу, и металлические там банки, и тогда совершенно будет другая картина. Иными словами, я наставил на том, что страна, люди наши, все чиновники, все структуры, которые занимаются мусором, не готовы к проведению мусорной реформы, и она уже заклевывается, и мы видим, что люди возмущены. Уже первые пошли митинги против мусорной реформы, в частности, в Челябинске и в Архангельской области очень мощно идут такие выступления, потому что нужно сделать тайм-аут, остановиться, подготовиться, как следует, и потом запускать задоволок. В плане готовности и каких-то новых проектов, Крым, регион курортный, успех его очевиден, и востребованность на сегодня, в том числе и в плане внутреннего туризма, колоссальная, но вот сейчас вводят курортный сбор, планируют вести, да, уже есть там эксперименты на территории России, 10 рублей, если не ошибаюсь, будет сбор. В Крыму, да. Просто хочется понять, насколько это необходимо, стоит ли овчинка выделки, учитывая, что это копейки, но морально это уже может отпугнуть потенциального туриста. Ну, смотрите, копейки. Вот приезжает в Крым, допустим, на три недели семья из четырех человек. Значит, 10 рублей с человека в сутки, вот вам 40 рублей в сутки, умножаем на 4, значит, это уже, значит, и считаем, сколько это выйдет там, запустим, за три недели. А я вам скажу, сколько это выйдет. Это выйдет ровно на зарплату сотрудникам ведомства, которое будет заниматься. Мы голосовали против туристического сбора, мы считаем, что, слушайте, давайте наоборот, мы же говорим, давайте... Вы против Крыму или в целом по России? Везде. Четыре региона сейчас участвуют. Это Ставрополь, это Краснодарский край, Крым и, значит, Алтай. Но там оставки больше, чем в Крыму. Но, значит, самые большие, в Алтайском крае делали, значит, в Крыму самые маленькие, и все равно даже эти маленькие людей будет отпугивать. Слушайте, что делает Турция? Турция делает все, чтобы только туда ехали. Ну, сейчас вот уже, по-моему, два месяца можно будет там проводить по внутреннему российскому паспорту. Сейчас, получается, для нашего россиянина дешевле связить, значит, семью в Турцию, значит, да, на хорошее море, там инструктура, все включено, все хорошо, чем, допустим, наш родной Крым. Да, потому что они сейчас еще, как бы, заманивать, говорит, а теперь еще, значит, ты 10 рублей человек оплатив в сутки. Значит, это неправильный подход. Я считаю, что это была большая ошибка. Инструктуру никакую на эти деньги не сделаешь. Значит, более того, на самом деле 90 миллиардов рублей уже вбухали, значит, на несколько лет тому назад на создание туристической инструктуры. Никто не отчитался, что-то мы не увидели новых шикарных гостиниц, каких-то там дорог и так далее, а теперь хотят людей еще собирать. Это неправильно. Ну, если продолжать, наверное, курортное направление, да, несмотря на санкции, Крым пользуется популярностью не только среди наших соотечественников, но и среди зарубежных туристов. Что можно предпринять для того, чтобы в большей степени привлечь именно зарубежных... Мы ввели законопроект, который освобождает иностранного туриста, въезжающий из стран Евросоюза. На 14 дней можно приезжать без визы. Тур-операторы сразу сказали, что примерно на треть возрастет количество иностранных туристов в нашу страну, в том числе и в Крым. Наполагаю, это еще и политический аспект. Конечно. Послушайте, на чемпионат мира приехали люди. Сколько и пугали, что тут медведи ходят. Здесь вообще дичь, страшная преступность. Какие люди счастливые, как они увидели, какая наша прекрасная страна. И мы хотим, пускай люди приезжают, пускай свои денежки здесь оставляют, пускай верят, что Россия это современное государство с очень хорошими условиями, с такими красотами. У нас есть уникальные места, которых вообще больше нигде в мире нет. Поэтому такой законопроект внесли, сейчас будем его рассматривать. Насчет оставлять денежки я согласен, а взамен получают эмоции наших крымских видов. Конечно, положительно. И получают впечатление, что Россия это не империя зла. Есть хорошие, доброжелательные, очень гостеприимные люди. Здесь красивая природа. Здесь уже, слава богу, научились там и гостиницы нормальные делать, и транспортное обслуживание нормальные. Все он отработает. Сергей Иванович, ну и в конце, наверное, у нас буквально пару минут о калерическом, да, вы сами президент Федерации спортивного туризма России. По Крыму ходили? Вот какие маршруты можете посоветовать? Ну, дело в том, что я посещал ваши знаменитые пещеры, да, потому что... Которые из них? А? Которые из них? Ну, я сейчас... Красные? Разные. Я посещал, ну, две, значит, две пещеры. Я сейчас не вспомню, значит, их название, но то, что это, конечно, потому что у меня специально был, ну, не то, что как у всех туристов, я все-таки горный инженер-геофизик, и для меня там специальными тропами, значит, подземными провели, я посмотрел на эти знаменитые сталакиты, сталагмиты, значит, уникальные красоты, и вот одна из них как раз в горной части находится, и туда мы тоже сделали подход хороший, да, потому что Крым с точки зрения туристических троп, с точки зрения туристических маршрутов просто уникальное место, очень красивое место, и здесь единственное, что тоже нужно все оборудовать, да, нужно, чтобы человек пришел, значит, пункт, допустим, привала, и там это, может быть, самое вроде дикое место, но там должны быть, например, розеточки для того, чтобы телефон, айфон зарядить, и многие-многие вещи другие, которые нужно специально оборудовать. Сергей Иванович, я благодарю вас за беседу, желаю реализации ваших проектов, спасибо, и, наверное, все-таки успехов в поиске справедливости, да, вот, непосредственно для народа, благодарю вас за беседу, зрители за внимание, увидимся с вами на следующей неделе в программе «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова